Еще. Большой кусочек. Манит КВ представляет. Привет! Пост наконец-то заканчивается, а это значит, что впереди большой и светло-религиозный праздник, праздник Пасхи. Мы с вами уже готовили куличи и красили яйца разными способами. Ссылки найдете в описании. Единственное, чего мы еще не делали, это не готовили саму Пасху. Существует огромное количество разных рецептов приготовления Пасхи, которые отличаются и процессом приготовления и обработки творога, и, естественно, разными начинками. Я, как обычно, делала за основу один из таких рецептов, переделала его на свой лад и придумала начинку, которая напоминает мне мои одни из самых любимых конфет. Конфеты с кокосом и миндалем. Да, точно, это Арфаэлла. Итак, приступаю к приготовлению своей Пасхи. Все точные ингредиенты вы найдете в описании к видео. А я начну с того, что как следует отожму лишнюю влагу из творога. Все 500 граммов творога, которые мне нужны, я положила в марлю. В идеале, наверное, завязать это все дело и оставить стекать на ночь. Я думаю, что лишняя влага сама по себе удалится, но у меня не было такой возможности, поэтому я сейчас буду отжимать это все вручную. Так, одним из хвостиков завяжу. Я придумала для себя вот такой нехитрый способ, привязываю к крану. Сначала просто отожму руками. Видите, сколько лишней воды. Это делается для того, чтобы в результате масса для Пасхи не получилась слишком жидкой и приняла окончательную форму. На половину отжала влагу руками. Дальше у меня не получается делать это руками, поэтому я беру бумажные полотенца. Любые, но желательно, чтобы это были действительно кухонные полотенца, потому что простые салфетки, они легко рвутся и будут просто прилипать к мокрому творогу. И дальше продолжаю вместе с салфетками. Они очень хорошо убирают в себя влагу. Вот еще. Там еще очень много воды. В общем, чем лучше отожмете, тем крепче получится Пасха. Сейчас самый сложный процесс. Чтобы масса для Пасхи получилась очень нежная, кремообразная, нужно протереть творог через сито. Высыпаю уже просушенный творог. Видите, как он стал сыпучий. Сито. Кстати, марлю я складывала вдвое, чтобы в момент отжатия комочки творога не проскальзывали, не проскакивали через сеточку. Ну вот, это можно делать ложкой или какой-нибудь толкушкой. Постарайтесь не уничтожить сито при этом. Так, потихоньку протираю весь творог через металлическую сетку. Даже если какой-то творог останется в самом сите, он все равно уже будет как следует промят. И, по крайней мере, точно не будет крупных комочков творога в творожной массе. Протерла весь творог. Аккуратно снимаю остатки сито. Видите, получилась такая пудра из творога. Оп. Теперь сюда же кладу 100 граммов сливочного масла. Чпок. И сюда же разбиваю три яйца. И добавлю ваниль. Это, конечно, не обязательно ингредиент, но у меня она есть. Уже вот в таком виде, просто семена ванили ароматные. Насыплю на глаз. Я очень люблю ваниль, поэтому положу побольше. И сюда же выливаю 150 граммов самых жирных сливок, которые я нашла. 38%. Ну, можно и 33. Все. Это все мне нужно как следует размешать и подогреть на плите. Буквально до первых двух бульков. Поэтому ставлю все это на плиту. Перемешивать все буду венчиком, потому что так получится более однородная масса. На самом деле, по ингредиентам их количество очень похоже на приготовление чизкейка. Только здесь творог, а не сливочный сыр. Пошли первые бульки. Сразу снимаем с огня. Теперь мне нужно остудить эту массу до комнатной температуры, чтобы узкой процесс отнесу ковш на балкон. Там сейчас плюсовая температура, а тем временем приготовлю начинку. Как я уже сказала, я хочу сделать свою пасху похожей на кокосовые конфеты. Поэтому для начинки я использую кокосовую стружку, немного миндаля и сушеную клюкву больше для цвета, нежели для вкуса. Миндаль я почищу, чтобы вкус получился более нежным. Я заранее залила небольшое количество орехов кипятком, для того, чтобы кожица стала мягкой. Кроме того, так сами орехи тоже станут мягче и будет приятнее есть в нежной творожной массе. Миндаль, естественно, нужно порезать, он был маленькими аппетитными кусочками. Прелесть замоченного миндаля еще и в том, что он легко режется, потому что он стал достаточно мягким. Смесь творожная достаточно остыла. Я в нее высыпаю нарезанный заранее миндаль. Сюда же высыпаю примерно 40 граммов кокосовой стружки. И, наверное, столько же клюквы. Естественно, начинка может быть абсолютно любая, любые сухофрукты, любые орехи, все, что вам нравится. И сюда же высыпаю 80 граммов сахара. Обычно во всех классических рецептах примерно 150 граммов сахара, но на мой вкус, как обычно, это слишком сладко, поэтому высыпаю примерно половину этой порции. Все, мне остается это перемешать. И уложить в пасочницу. Мне кажется, должно получиться очень вкусно. Принцип пасхи в том, что в течение суток или даже двух из вот этой массы выходит лишняя влага через отверстие, которое находится внизу пасочницы. Поэтому я специально заранее на тарелочку, в которой буду ставить в холодильник, положу несколько бумажных полотенец. И потом я их поменяю через какое-то время. Таким образом, на мой взгляд, быстрее и лучше уходит влага из пасочницы. Опять же, ее проложу марлей, здесь уже в один слой. Если у вас нет специальной формочки, пасочницы, можно использовать, например, какой-то контейнер для еды похожей формы и просто сделать в его дне несколько отверстий для выхода влаги. Форма готова. Выкладываю сюда всю смесь. Этого количества ингредиентов хватает ровно на одну стандартную форму. Чтобы влага лучше выходила, нужно поставить сверху гнет. Гнет – это любой тяжелый предмет. Можно использовать гантелью или пудовую гирьку. Я поставлю блюдце, которое по своему размеру подходит к отверстию пасочницы. И вот такой контейнер с водой. Я надеюсь, этого будет достаточно. Все, в таком виде это отправляется на сутки в холодильник или даже чуть больше. Будем смотреть, как пасха затвердевает. Кстати, смотрите, уже, вот, видите, салфетка намокает, лишняя влага начала выходить. Не только влага, но и лишний жир. Так что должно получиться вкусно и аппетитно. Так, пожалуй, донесу до холодильника без гнета, а потом оставлю гнет. Я заранее уже приготовила одну пасху. Она провела в холодильнике целые сутки. Сейчас распакую и посмотрю, что у меня получилось. Так, торжественный момент. Ребята, я уже довольна тем, что она у меня держит форму и все отпечаталось как надо. Если честно, ни разу не ела пасху, поэтому я не знаю, как ее правильно резать. А на прошлую пасху мне не удалось попробовать то, что я приготовила, поэтому это моя первая в жизни пасха. И для меня это особенно волнительно попробовать, что у меня получилось. Выглядит это красиво, пахнет тоже. Слушайте, получилось очень вкусно. Похоже на чизкейк. Действительно похоже на чизкейк. Очень ароматно, в меру сладко. Мне очень нравится. Я думаю, что я буду готовить это не только на Пасху, может быть, не обязательно в этой форме, но вот эта сама масса получилась очень вкусно. У нас уже подползают желающие попробовать. Да, Итем? А, да. Держи. Вкусно. Вкусно? Отрезать большой кусок? Да? Ну, отлично. Так, сейчас еще маме твоей дадим попробовать. И тогда шейзан будет стоять. Ага, очередь. И маме. Будет никому ни одного руба. Как Рафаэлка. Ага. Можно еще? Еще? Большой кусочек. Большой кусочек. А, давайте попробуем. Мы отправляемся поглощать мою первую в жизни вкуснющую Пасху. Я, честно говоря, не ожидала, что получится настолько нежно и вкусно. Обязательно напишите в комментариях, какую Пасху готовите вы, готовите ли вообще, и с чем вы ее готовите. Приятных вам праздников, хороших выходных. Увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok